Наш рассказ будет об родном крае село Индия и село Бутера. Связано не только общей историей, но и общей инфраструктурой. В Бутере находится дом культуры, детский садик, школа и общая на два села администрация. Впервые Бутер упоминается в документах в 1773 году. Однако формировалось село постепенно. Изначально оселились в Индии и постепенно перебирались сюда. О том, что село старинное, свидетельствуют и памятники на местном кладбище. Некоторым из них более 300 лет. Версии, почему именно Бутер несколько. По одной из них, когда-то здесь было много деревьев, и когда их собирали, образовалось большое количество пней. По-молдавски слово «пенки» переводится как «бутуруга». По другой версии, местные жители добывали камень «бут». И потому такое название. Многие произносят его во множественном числе «бутер». во время войны недалеко организовали ложную переправу. Она нужна была, чтобы отвлечь немцев от Кицкана, где планировалось масштабное мероприятие по освобождению. Жители вспоминают, что тогда погибли очень много людей. Село Молдавское, но национальный состав обширный, как и в большинство населенных пунктов Приднестровья. Сейчас здесь живут где-то 3000 человек. Они помнят историю села и по праву гордятся его живописными видами. Это место называют врата Пакистана. Наверное, здешние живописные скалы кому-то напомнили пейзаж далекой страны. Кстати, у этих ворот есть свой страж, который неустанно следит за всеми. Семья Аистов уже давно облюдовала это место. Село Индия и его происхождение очень загадочное. То ли его основали донские казаки, которые Павел I отправил боевать с англичанами в Индии. Цели свои они тогда не достигли и якобы отправились искать счастье в новых землях. То ли еще до этого Екатерина сюда сослала запороженских казаков-бунтарей, так сказать, от греха подальше. По наиболее убедительной версии, этот населенный пункт является еще раньше, в 1650 году. Кто-то считает, что первые поселенцы назвали село так, потому что были поражены богатством здешних земель. А в те времена Индия считалась одной из самых богатых мест. Индия часто страдала от половодий, и до него было почти не добраться, прямо когда одноименные страны. После наводнений 1969 года село признали неперспективным. Туда нельзя было проводить коммуникации, разве что свет в домах есть. Какое-то время действовали запреты на покупки и продажи домов. Так что постепенно большинство жителей перебирались в соседние эксплуторы. Сейчас здесь проживает где-то 20 человек, и некоторые приезжают на лето. Как бы там ни было, местные жители любят свое необычное село. Они верят, что если восстановить церковь, которую разрушили после революции, это вдохнет новую жизнь в здешние места. Пока на ее место установили крест и иконостанцию. После того, как проведешь в селе Индии некоторое время, кажется, что попал в прошлое, и с коммуникацией здесь столько электроэнергии. Когда приезжаешь из города, понимаешь, что это вовсе не минус. Атмосфера здесь спокойствия и умилитворения дорогого стоят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок